Ни денег, ни мебели. Карагандинцы, заказавшие в одной из компаний мебель и вложившие деньги, оказались обманутыми. Представители компании заявляют о своем плачевном положении, о наличии чеков и договоров. В итоге сыграло злую шутку с заказчиками. Почему так вышло, разбиралась Ирина Вобещевич. У них было условие 70% по договору, но так как мы оформляли рассрочку Каспий, мы оформили сразу полную сумму, и эта сумма сразу, естественно, перешла к ним на счет. Но мы спокойны, договор заключен, все бумаги на руках, месяц ожидания, мы счастливы, ждем в предвкушении. Но наступает сентябрь, тишина. В социальных сетях карагандинки клюнули на рекламу компании, изготавливающей мебель. Евгения Штрой этим летом перечислила всю сумму – 819 тысяч на детский гарнитур. Но ребенок, как и родители, до сих пор видели его только на картинке. Заявление в полицию было обязательно, на Терешкова. Ну, они нас, конечно, приняли у нас заявление, но они нас гоняли, идите к участковому, мы не будем принимать. Ну, как бы, хода не было. Все, и дальше мы решили обратиться к адвокату. Пока только 7 человек набралось. Есть у людей уже и решение суда на руках, где компанию обязали вернуть людям деньги. Но решение не исполняется. Мы обратились к судебникам, да? Они ничего сделать не могут, потому что у них уже имущество стоит на аресте. Все, брать не с чего. Представители компании не прячутся от клиентов и готовы действовать по закону, который в этой ситуации оказался почему-то на их стороне. Хотим уведомить вас о том, что, к сожалению, фирма Вандермебель шла к моменту банкротства. Мы всеми силами весь этот год избегали этого, прилагали все усилия, чтобы работать и чтобы не подвести клиентов, потому что мы и так многих подвели, не намеренно, но подвели. Но, к сожалению, все, что мы могли сделать, все, что было в наших силах, мы сделали, и мы в итоге пришли к банкротству. Понимаем ваш гнев, ваше желание ругаться, угрожать и прочие другие моменты. Но, пожалуйста, вы должны понимать, что банкротство – это не шутка. Представитель компании говорит, что не подают на банкротство, хотя могли бы. Обязательства по возврату денег или изготовлению мебели якобы не снимают, но это будет в неопределенные сроки. Также намекают, что через суд добиться возврата денег не получится. Все, что у нас было, мы уже давно вложили. У нас нет квартир. Если есть какие-то машины, они все в залоге уже давно, у нас все позабирают. У нас нет ничего абсолютно. Потерявшие деньги говорят, что компания продолжает работать и принимать заказы. И на тот момент, когда перед Ириной разыгрывали спектакль с принятием заказа, цель была одна – получить деньги. Зачем вы брали у меня деньги, если вы уже знали, что не будете мне делать мебель? Ну, вот так вот мы пытаемся выйти из ситуации. Я говорю, ну, это же, в принципе, по принципу пирамиды вы работаете. Они, ну, вот так вот получается. Сколько еще карагандинцев стали жертвами подобной схемы, но пока еще этого не знают, покажет время. Пострадавшие хотят, чтобы представителей компании привлекли по более строгой статье. Если бы мы отдали им деньги без договора, без банковских чеков, то получилось бы, что можно было бы подать на них как мошенничество. А так у них все официально, все по договору, все с чеками. Ну, так у них получилось. Данная ситуация вызывает у меня сомнения о порядочности компании. Конкретно данная ситуация, о которой вы озвучиваете. Может быть, эти действия совершаются умышленно. Таких дел очень много, к сожалению. И на законодательном уровне закреплено законом, что мы можем привлечь к административной ответственности. Но норма закона в части привлечения, допустим, руководителя к уголовной ответственности, она имеется, но она не работает. Сейчас масса подобных дел, говорит юрист. Если должник докажет, что у него ничего нет, то к уголовной ответственности трудно привлечь. Лишь к административной, но это не вернет людям деньги. Нужно изначально было настаивать на возбуждении уголовного дела в полиции по факту мошенничества, а не начинать судиться. Тем не менее, все еще можно это сделать. Заранее сходить на прием к прокурору, объяснить всю ситуацию, что действительно имеется объявление, что они продолжают работать в этом направлении. В любом случае. Ну, то есть использовать все методы. Я думаю, что их достаточно много. Человек их должно услышать. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал.